Всем привет! Ваня ест колбасу! Ваня ест колбасу. Решили мы сегодня приготовить рулет из лаваша с Ваней. Да, Ваня? Да, я колбасу еду. А Ваня колбасу поедает оно. Не хочу нарушать просто камеру. Еле-еле встановила. Так. Винайшла цей рецепт в Ютубе. Не помню, как называется канал. В общем, ссылку вам оставлю. Если кому интересно, подивитесь в описании. Так, надо нам лаваш. У меня лаваш такий. Кругленький. Не знаю, как вместить на камеру. В общем, невеличкий он. По рецепту там указано 200 грамм колбаски. У нас были сосиски, мы потерли на терку. И 200 грамм сиру. Твердого. Ну и также надо майонез. Майонезом смазываем, значит, лаваш. Лаваш тоже буду. Так, тоже будешь? Да. Ты сейчас, пока мы будем, Аваня, это все готовить, мама, а ты з'ясишь всю колбасу. Да. И с чем мы тоди завернем? Скрутим просто, та и все. Я скільки багато дивилась, ей зроблять даже торт наполеон из лаваша. Представляете? Змазывают просто заварным кремом з цими слоями. И все, и получается торт. Надо будет собі попробовать. А я мучаюсь, для чего мы робим? Отдать и коржи. Так, до краю смазывать не надо. Мама, я не буду кинуться. Мам, я не даю кинуться буду. Тоже кидать будешь? Да. Так, сейчас, подожди, подожди. Так, сначала колбаской надо посыпать. Колбаской надо еще. Там же кислий огерочек женщина крошила, но я чуть не хочу с кислим огерком. Мама, який помощник який. Так. В общем, по рецепту так 200 грамм и хватает. Это кто надумает, 200 грамм колбаски и 200 грамм сыра вполне хватает. Бо я сразу взважила 300 грамм. Но дивлюсь, что количество хватает. Ого, да. Сейчас, Ванюша, подожди. Мама чуть-чуть разревняет. Красота. Теперь посыпаем сверху сиром. Сиром? Да, с сыром сверху. Не будет куча. Нет, ты ж не куча не кидай. Надо равномерно так раскидать. Боже, а Ваня так скучает за камеру и страшно. Только начала настраивать, и он уже кричит приветик, приветик. Чудо ты, Маня. Все, конец. Угу, да, конец. Я вчера с поездками накрутила в телефоне, что у меня что-то там нарушилось на этих съемках. Пока, Синька. Да нет, подожди. Куда ж пока? Никто никуда не уходит. Все. Все, теперь просто скрутим вот так вот. Ванюша, ручки прибери. Маме же надо фотографию сделать. Оп. Все. Вот это да. Да. Это единственный минус. Он по краям получается пустый. Надо, может, на краю так побольше сюда начинки цей выкладать. Мама. Вот. Мама, дай крем. То, Ванечка, то не крем, то майонез называется. Майонез. Я буду сипать. Сейчас, мама, так измель. Вот тут и сюда мажет. Да, сипать я буду. Ну, уже ж не маешь, что сипать, Вань. Что уже сипать? Ну, ты все высыпал и все. Майонез. Сейчас, мама, дай, что ты будешь яйцом смазывать. Доброе? Да. Так. Осторожно. Не позволяй не ездить, Батюшка. Да. Да. Сейчас, мама, сделай фотографию. И сразу же тебе дам. Стой. Вот так. Смазываем его яйцом. Прибери пальчики. Оп. Молодец. Все. Теперь его в духовку отправляем на 20 минут. При температуре 180 градусов. Маленький. Сейчас я тебе дам. Не переживай. Ты же он хочет, чтобы я его на камеру показала. На, будешь мазать тоже. Там? Да, там. Вот. Молодец. Опа, да. Да. Ну, все. Сейчас спечится, дай покажем, а что у нас получится. Да, Ванюшка? Да. Так. Ну, шо. До пикса цей рулетик у меня. Сейчас я его разрежу. Дай подивимось. Вот так прям посрединке. Я его уже трошки посыпала кунжутом. Подивимось, что тут получилось. Так. Я его без перламентной бумаги. Змазала оленькою просто цей противень свий. Он мне надо трошки тут перелить. Ну, тут не страшно. Что ж на вкус не повлияет. Мммм. Видите, какая красота получилась. Прелесть. Ну, он еще горячий. Сейчас я его буду резать. В общем. Что я могу сказать. Ну, легко и просто. Как видите, готовится. Я думаю, что это вкусно. Не буду забирать ваше время. Будем его сейчас съесть. Я думаю, что ее надо ухолодить. Бо. Горячий вин. Хотя может и горячий. В общем, сейчас побачим. Пробуйте. Экспериментируйте. Все. Приятного аппетита вам всем. Пока-пока. Будьте здоровы.